Здравствуйте, уважаемые друзья! Я уже делала для вас переводы фрагментов интервью с американским журналистом Джеймсом Корбиттом, который недавно выпустил серию фильмов о Билли Гейтсе. И сегодня я хочу представить вам перевод последней серии, которая называется Meet Bill Gates. Познакомьтесь, Билл Гейтс. Итак, погнали! Компьютерный гений, талантливый разработчик софта, успешный бизнесмен, щедрый филантроп, эксперт мирового здравоохранения. Несомненно, Билл Гейтс получил множество разных эпитетов на своем знаменательном пути от ранних лет, когда он был сыном привилегированной пары из Сиэтл, до сегодняшнего статуса, когда он является одним из самых богатых и влиятельных людей на планете. Но, как мы видели в нашем исследовании восхождения Гейтса в качестве неизбранного царя здравоохранения, адвоката по контролю численности населения, вопрос, кем на самом деле является Билл Гейтс, больше не рассматривается как философский. Учитывая, что сейчас мы проживаем кризис, который был предсказан Биллом Гейтсом и который вызывает ответ глобальных организаций здравоохранения, финансируемых фондом Билла и Мелиндой Гейтс, и который ведет нас к вакцинации и цифровым паспортам, над чем Билл Гейтс работает многие годы, ответ на вопрос, кто такой Билл Гейтс, быстро становится одним из самых важных вопросов в нашей жизни. Ответ на этот вопрос не только объяснит нам, в каком мире мы живем, но и о том мире, в который нас пытаются затянуть, а также о том, как этого можно избежать. Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос по мере того, как мы будем исследовать мотивы, идеологию и связи этого человека, у которого оказалось так много инструментов для формирования посткоронавирусного мира. Знакомьтесь, Билл Гейтс. Вы смотрите канал Корбит Репорт. Итак, кто такой Билл Гейтс? Некоторые утверждают, что он гений, который превратил свои компьютерные способности в миллиарды долларов. Вас называют гением. Я думаю, что вас это совершенно не смущает. Вас называют гением. Часть вашего гения заключается в ваших компьютерных способностях, а другая часть заключается в ваших деловых способностях, которые вы превратили в работающую компанию. Считаете ли вы себя еще и бизнес-гением? Я бы не сказал, что я гений. Другие считают, что он визионер, который изменил в нашей жизни своей способностью заглянуть в будущее своим смелым воображением. У Билла было видение будущего, что компьютеры распространятся по всему миру и станут частью нашей жизни. И на самом деле, как вы знаете, он притворил в жизнь то, что видел. И мир сегодня так сильно изменился в большей мере благодаря работе, которую Билл Гейтс проделал многие годы. Его называют талантливым управленцем, который построил империю Microsoft благодаря своему уникальному таланту в бизнесе. Когда биографы и историки будут писать историю 20-го столетия, Билл Гейтс будет в ней отмечен как лучший бизнесмен нашего столетия, а Microsoft как лучшая компания 20-го столетия. А еще им восхищаются как филантропом, который щедро отдает свое богатство, чтобы улучшить жизни людей по всему миру. Билл, даже ваш самый беспощадный критик должен признать, что ваша работа филантропа поражает воображение и, возможно, является вашим вторым грандиозным достижением, по сравнению с которым все, что вы сделали в Microsoft, кажется сущим пустяком. Аплодисменты. Но, как и любой человек с его статусом, Билл Гейтс также подвергается серьезному осуждению. В 90-х годах прошлого столетия его часто изображали как алчного главу монополии под названием Microsoft. Билл Гейтс недоволен, что его операционная система Windows установлена только на некоторые персональные компьютеры. Он хочет, чтобы она управляла всем миром, распространяясь как компьютерный вирус в наши факсы, телефоны, в наши телевизоры и, да, даже в наши тостеры. Но в эпоху коронавирусного кризиса к нему чаще всего относятся как к эпидемиологу или ведущему исследователю в области здравоохранения. Сегодня мы снова поговорим о тестах, лечении и прочем с Биллом Гейтсом, сопредседателем фонда Билла и Мелинды Гейтс. Спасибо, что вы снова с нами. Прошло чуть больше месяца с момента, как вы были здесь в последний раз, и тогда вы сказали, что в США еще не прошли пик пандемии. А сейчас, как вы думаете, мы прошли пик, и где вы думаете, мы находимся, в какой точке кривой? На самом деле, ни одно из этих определений Биллу Гейтсу не подходит. Прорывной успех компании Microsoft пришел от сделки, по которой Microsoft должен был производить софт для компании IBM, когда та зашла на рынок персональных компьютеров. Но эта сделка не была результатом компьютерного гения Гейтса или его уникальных способностей в бизнесе. Позже топ-менеджер компании IBM признавались, что Microsoft получила свой шанс работать с IBM в результате того, что у матери Билла Гейтса были отношения с исполнительным директором IBM Джоном Опелем. Вы помните партнерство вашей компании IBM с Биллом Гейтсом? Почему оно закончилось? Я очень хорошо это помню. Когда Билл Гейтс только начинал с нами, он жил в Албу-Кверке, штат Нью-Мексико, питаясь только пиццей и пепси-колой. Он был студентом. А его мать в то время являлась членом совета директоров компании United Way of America вместе с нашим главой, главой IBM. И она попросила главу IBM помочь ее сыну. А вы знаете, когда приходит глава компании и говорит нам, что мы должны помочь этому парню, 900 человек садятся в самолет и летят на помощь Биллу Гейтсу. Поэтому я не считаю Билла Гейтса великим творческим человеком. Скорее он оппортунист. И еще в те времена все без проблем делились программами, кодом. В Кремниевой долине их раздавали, код раздавали бесплатно направо и налево. Но пришел Гейтс и стал все контролировать и на все навесил ценники. Специалистам по истории компьютеров уже давно известно, что то, что легло в основу операционной системы MS-DOS, не было ярким воображением Билла Гейтса. На самом деле это была программа Q-DOS, быстрая и грязная операционная система, которую создал Тим Паттерсон, сотрудник компании Seattle Computer Products. И она была прототипом более продвинутой операционной системы, которую он хотел продать своим клиентам. И как признал сам Билл Гейтс, прорывной графический интерфейс, который стал основой для Windows, был украден у исследователей из исследовательского центра Xerox Palo Alto. Как сказал Билл после того, как компании Apple не удалось привлечь его по суду за нарушение авторских прав в iOS Windows. Эй, Стив, Джобс, просто потому что ты вломился в дом Xerox за меня и украл телевизор, не значит, что я не могу вломиться позже и украть магнитофон. И как признает сам Гейтс, речь не идет о самотверженной щедрости в том, что мотивирует его интерес к вакцинам и другим прибыльным изобретениям в области медицины. Я бы хотела поговорить с вами о вашем подходе к вакцинации. Недавно вы писали что-то на этот счет. И как вы это делаете всегда, вы подошли к проблеме и с точки зрения науки, и с точки зрения бизнеса. За последние 20 лет вы инвестировали 10 миллиардов долларов в вакцины. Сейчас вы можете оценить, насколько хорошо окупилась эта инвестиция. Меня это поразило. Можете я объяснить подробнее эти цифры? Мы видим феноменальные данные. Во всем мире в вакцину было инвестировано 100 миллиардов долларов. Из них денег нашего фонда чуть больше 10 миллиардов. По нашим оценкам инвестиция вернулась в 20-кратном размере. Поэтому если вы посмотрите на экономическую выгоду, то поймете, что это существенная цифра в сравнении с другими инвестициями. Как мы видим, филантропская инвестиция Гейтса хорошо окупилась. Его состояние увеличилось с 50 миллиардов долларов до 100 миллиардов долларов за последние 10 лет его альтруизма на рынке вакцин. Критики его фонда постоянно повторяют, что 9 миллионов человек, которые каждый год умирают в мире от голода, предпочли бы иметь регулярные поставки продовольствия, водопровода, другие жизненные необходимости, а не дорогостоящие лекарства от редких болезней. Но такая благотворительность не будет окупаться. И здесь дело, конечно же, не в благотворительности, а в контроле. Система контроля населения, которую Гейтс втихую протаскивает последние 10 лет, биометрическая система идентификации, привязанная к инфраструктуре цифровых платежей, которая будет использована для того, чтобы отслеживать, фиксировать и контролировать каждое движение, каждую транзакцию и каждое взаимодействие всех граждан, только сейчас становится видимой для нас. На самом деле вопрос стоит так. Зачем он это делает? Что движет таким сверхбогатым человеком, как Билл Гейтс? Что заставляет его инвестировать деньги в схемы по контролю за населением? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны посмотреть на семью, из которой он произошел. Билл Гейтс, как бы удивительно это ни звучало, произошел из богатой семьи. Его прадедушка, господин Максвелл, был президентом Национального сети банка в Сиэтле. Его дедушка, господин Виллар, также был банкиром, а его бабушка Адель была известным гражданским деятелем в Сиэтле. Мать Билла Гейтса, Мэри Максвелл Гейтс, была родом из семьи банкиров Максвеллов и однозначно была такой же активной, как и ее предки. Она занимала должность директора в различных компаниях, включая Первую государственную банковскую корпорацию и телеканал Киру ТВ в Сиэтл. Также она занимала должность в Вашингтонском университете. Она была назначена членом совета директоров компании United Way of America, где, как мы уже выяснили, она убедила директора IBM Джона Опеля помочь ее сыну, когда тот начинал свою карьеру в мире компьютеров. Отец Билла Уильям Гейтс, старший, был известным юристом, сооснователем крупной юридической фирмы, помогал Говарду Шульцу, когда тот покупал Starbucks, состоял в советах директоров многих компаний и организаций и, соответственно, имел большое влияние на жизнь и карьеру своего сына. Мой отец занимал существенную часть моей жизни, как своим личным присутствием, так и своими наставлениями. Очень много работал. Он уходил рано утром, часто еще до завтрака, и возвращался, когда мы садились ужинать. Я всегда восхищался своим отцом и тем, как он много работал. За ужином он просматривал свои бумаги и рассказывал нам о судебных делах, которые он вел. У него были большие амбиции. Молодой Билл Гейтс, Уильям Гейтс III, в семье его звали Трей, многому научился у своих родителей. От банкирской семьи своей матери он унаследовал нюх к деньгам, как говорил отец одного из его друзей в детстве. От своего отца-юриста он узнал, насколько важна юридическая сторона бизнеса. Будучи ребенком, он однажды даже составил контракты с своими старшими сестрами на использование бейсбольной перчатки. Эти качества не позволяли ему иметь много друзей, но они ему очень помогли по мере того, как он начал приносить порядок в анархию компьютерного сообщества 70-х годов. В то время программы для зарождающегося рынка персональных компьютеров писали программисты-любители, энтузиасты компьютерной революции, которые питали любовь к инженерному делу и решению задач. Они разрабатывали программный код и делились им бесплатно друг с другом. Но это не устраивало молодого Билла Гейтса, который еще даже до взлета компании Microsoft уже мечтал превратить это хобби в товар и, в конце концов, в бизнес-империю. В 1976 году, когда еще не высотли чернила на первом контракте компании Microsoft и компании Altair Basic, 21-летний Гейтс написал открытое письмо к программистам-любителям, которые в основном и представляли его рынок, раскритиковав их за то, что они делились кодом с этой компанией. Он писал, «Я ставлю в известность большинству любителей о том, что вы воруете программы. За железо надо платить, но почему софтом надо делиться? Кого волнует, что люди, которые над ним работали, не получат деньги? Разве это справедливо? Ройалти, которые мы получаем, накладные расходы и прочее, превращают это в безубыточную операцию. То, что вы действительно делаете, так это не даете писать хороший софт. Кто может позволить себе выполнять профессиональную работу бесплатно? Какой любитель может позволить себе 3 года писать бесплатно программу, убирать ошибки, писать документацию на продукт и потом его распространять? Дело в том, что никто, кроме нас, не вложил большие деньги в любительский софт. Мы написали 6800 Basic и сейчас пишем 8080 APL и 6800 APL. Ну, это, видимо, какие-то первые операционные системы, программы. Но у нас очень мало стимула сделать этот софт доступным для любителей. Короче говоря, вы занимаетесь кражей. Письмо было неуклюжим и грубым, как и сам молодой Билл Гейтс, когда он появлялся в публичном пространстве. Это письмо вылило яд на тех самых людей, которые должны были стать клиентами его будущего бизнеса. Этим письмом Гейтс попытался по своему указу изменить сложившуюся культуру, когда программисты-любители бесплатно делились программным кодом. Даже компания Apple Computers, которая, как известно, стала первой, кто создал замкнутую цепочку своих продуктов, чтобы на все приклеить ценник и ограничить способность пользователя контролировать свой собственный компьютер, легко завоевала маркетинговую победу, ответив на письмо Гейтса напоминанием «Да, ребята, Apple Basic – базовые программы, Apple – бесплатные». Однако, когда вызов был брошен, Гейтс пошел своим путем, и хотя бесплатные программы и другие формы разработки софта с открытым кодом до сих пор существуют, защита программного кода статусом интеллектуальной собственности привела к восхождению таких миллиардеров, как Билл Гейтс. Но не только нюк деньгам и умение использовать законодательство для достижения своих целей были вынесены Гейтсом из его детства. В кругу его семьи также обсуждалась благотворительная работа и другие вопросы, о которых они говорили в узком кругу. Как признался сам Гейтс в 2003 году, эти вопросы включали тему населения, из которой вырос его интерес к репродуктивному здоровью. Тема, которая меня очень увлекла и которую я считаю безотлагательной, касается населения и репродуктивного здоровья. Вы пришли к этой теме как интеллектуал. Когда я рос, мои родители всегда занимались волонтерством. Мой отец был главой организации планирования семьи. Это было довольно противоречиво. Когда Гейтс говорит о вопросах, касающихся населения и репродуктивного здоровья, он смыкает кончики пальцев. Масонский знак. Эта тема особенно противоречива, потому что контроль населения и репродуктивное здоровье уже полвека являются синонимами Евгеники. Евгеника – это наука о выведении новой породы людей, улучшенной породы людей. Псевдонауки, согласно которой некоторые кланы должны быть элитой общества из-за своего генетического превосходства. Как мы видели в фильме «Почему большая нефть завоевала мир», основы Евгеники заложил Фрэнсис Галтер, двоюродный брат Чарльза Дарвина. Он был очень увлечен идеей наследственности, которая потом получила название «генетики». Евгенисты считают, что богатые властимущие являются таковыми не потому, что они сопутствуют удачей, не потому, что они особо одарены в бизнесе. Нет, богатые властимущие получили свой статус, потому что они происходят из более качественной породы людей. Соответственно, бедные являются бедными из-за их генетической дефективности. Сегодня для нас очевидно, что эта идеология служила прекрасным оправданием для правящего класса, и она была быстро подхвачена, как великий социальный крестовый поход начала XX века. От Теодора Рузвельта до Герплита Уэллса, Джулиана Хаксли и Винстона Черчилля была широкая поддержка евгенистическому подходу. Евгенисты считали, что общество должно очень сильно постараться, чтобы богатые и благородные имели как можно больше детей, а бедные и ущербные не имели детей. Аргумент для такой полемики заключался в том, что ограниченные ресурсы земли не должны потребляться бедными классами, поскольку они только больше от этого плодятся. Качественная медицинская помощь должна использоваться рационально, чтобы избежать растрачивания ресурсов. Так называемые негативные евгенисты пошли еще дальше, и некоторые из них, как, например, драматург Бернард Шоу, призывали к тому, чтобы была создана государственная комиссия, куда бы приходили граждане и оправдывали бы свое существование. В противном случае они должны были быть умерщвлены. Есть огромное число людей, которых я хочу убить, не потому, что я злой человек, или потому, что у меня есть личная неприязнь по отношению к ним. Просто вам всем должно быть очевидно, и вы все должны знать, что как минимум половина людей на земле не приносит никакой пользы. Они доставляют больше проблем, чем выгоды. Думаю, что каждого гражданина нужно обязательно приходить в специальную комиссию, наподобие как все приходят в налоговую службу, и, скажем, каждые 5 или 7 лет задавать гражданину такой вопрос. Сэр, мадам, а теперь, пожалуйста, докажите, что вы оправдываете свое существование. Однако после Второй мировой войны название Евгеника стало тесно ассоциироваться со зверствами нацистов, и понятия Евгеники, так же как и дискуссия о комиссиях смерти, ушли из публичного пространства. И сейчас задача сокращения бедного населения стала называться контроль населения и репродуктивное здоровье. И все же иногда эти старые идеи отрицательной Евгеники всплывают в моменты истины. А в Тайфорнийском университете снимают гранты на обучение, поэтому доступность образования для среднего класса быстро исчезает. Обществу приходится на это идти, потому что у нас очень-очень высокие цены на медицинские услуги, и нежелание признать, что мы тратим миллион долларов на последние 3 месяца жизни какого-нибудь старика. Не лучше ли будет не увольнять те 10 преподавателей, сэкономив на медицинских расходах? Но это называется комиссия смерти, и у нас неприлично вести такую дискуссию. Наверное, стоит задать вопрос, почему этого человека, который в открытую рассуждает о комиссиях смерти и ненадобности медицинской помощи старикам, принимая всерьез, когда он пытается замедлить рост численности населения в странах третьего мира или руководить коронавирусным кризисом, который в первую очередь бьет по старикам. На то, что в основе повестки Билла Гейтси лежит наука Евгеника, намекают множественные свидетельства как из прошлого, так и из настоящего времени. Как мы видели в фильме «Почему большая нефть завоевала мир», семья Рокфеллера финансировала и продвигала Евгенику как в Америке, так и по всему миру. Рокфеллеры помогли основать офис исследований по Евгенике. Основатели директора института Рокфеллера по медицинским исследованиям Уильям Уэллч состоял в совете директоров офиса исследований по Евгенике и помогал выбирать направления для его деятельности. Рокфеллеры спонсировали исследования евгенистов в институте Кайзера Вильгельма в Германии, включая Эрнста Рудина, который составлял законопроект нацистской Германии по принудительной стерилизации. И когда американское общество по Евгенике стало стесняться своего собственного названия, его давний директор Фредерик Осборн просто взял управление в свои руки и стал президентом, основанным в Рокфеллере Совета по контролю за населением. Это пристрастие к делу общественного здоровья не ушло от одобрительного взгляда Билла Гейтса-старшего. Одна из глав его книги «Появись, чтобы жить» называется «Прогулка с гигантами». Он с упоением пишет о Рокфеллеров и их влиянии в этой сфере. Каждая тропинка, по которой мы ходили в поле общественного здоровья, на каждой тропинке мы обнаружили, что Рокфеллеры уже там были и были долгие годы. Когда мы занимались иммунизацией детей, мы обнаружили, что развиваем те усилия, которые фонд Рокфеллеров помогал запустить и основать в 80-х годах. Когда нас заинтересовала борьба с малярией и туберкулезом, мы узнали, что Рокфеллер занимается изучением и лечением этих болезней по всему миру почти 100 лет. Та же самая динамика выявилась в случае с ВИЧ-спидом. Урок, который мы вынесли из изучения и работы с Рокфеллерами, заключается в том, что чтобы преуспеть в своих смелых целях, тебе нужны партнеры, которые мыслят так же, как и ты, и с которыми ты сможешь сотрудничать. Мы узнали, что такие цели являются далеко идущими. Рокфеллеры занимаются сложными проблемами в течение нескольких поколений. Как говорит Гейтс-старший, только работать с партнерами, которые мыслят так же, как и ты, можно совершить великие достижения в области общественного здоровья. Для Гейтсов такими партнерами являются сами Рокфеллеры. Биллу Гейтсу-старшему довелось обсуждать вопросы общественного здоровья, сельского хозяйства и окружающей среды с таким человеком, как Дэвид Рокфеллер-старший и Дэвид Рокфеллер-младший на встрече филантропства в глобальном столетии на кампусе университета Рокфеллера в 2000 году. А Билл Гейтс, как мы видели вместе с Дэвидом Рокфеллером, в 2009 году провели встречу, на которой обсуждалось сокращение населения. Но самые непристойные намеки на глубокую повестку можно найти не в публичных связях Билла Гейтса, а в связях, которые они стараются скрыть от публики. Джеффри Эпстайн, возможно, и мертв, но не эта история. Новый шокирующий репортаж New York Times проливает свет на связь между основателем Microsoft Биллом Гейтсом и покойным Джеффри Эпстайном. После того, как имя Гейтса всплыло в связи с Эпстайном медиалаборатории Массачусетского технологического института, Гейтс сделал заявление в газете Wall Street Journal, в котором он настаивал, что у него не было никаких деловых или дружеских связей с Эпстайном. Однако в новом репортаже New York Times говорится о нескольких встречах между Гейтсом и Эпстайном и разговоре с фондом Билла и Меринды Гейтс, о связи между их фондом и компанией JP Morgan. В этом разговоре шла речь о том, чтобы основать благотворительный фонд, от которого Эпстайн будет получать финансовую прибыль. И знаете, что я хочу знать? Почему? Начиная с августа прошлого года начала всплывать информация, которая связывает Билла Гейтса и осужденного за преступление на сексуальной почве Джеффри Эпстайна. В журнале «Полеты» записано, что Гейтс летал на частном самолете Эпстайна. В сплыл имейл, в котором шла речь об опальном директоре медиалаборатория МТИ Джо Ито, уволившегося со своей должности после того, как обнаружилось, что он помогал скрывать личность Джеффри Эпстайна как анонимного донора лаборатории и информировал сотрудников, что пожертвование в 2 миллиона долларов в 2014 году было подарком Билла Гейтса, который прислал Джеффри Эпстайн. Когда эта история получила огласку, Гейтс попытался откреститься от этих отношений через своего представителя, который заявил, что Гейтс не знал, что это был самолет Эпстайна, и сам Гейтс тоже наставил на том, что у него не было никаких деловых или дружеских связей с Эпстайном. New York Times сразу возразила на это и выпустила репортаж в октябре 2012 года, что Гейтс на самом деле встречался с Эпстайном много раз, и даже дошло до того, что они обсуждали создание многомиллиардного благотворительного фонда, базовый капитал которого будет сформирован фондом Билла и Мелинды Гейтс и компанией JP Morgan Chase. Согласно New York Times, Гейтс отправил имейл своим коллегам в 2011 году, в котором упоминал Эпстайна. Его образ жизни очень отличается от моего и очень интригует, хотя мне бы он не подошел. Эпстайн даже назвал... Эпстайн даже назвал имя Бориса Николича, иммунолога из Гарварда, который находился в должности главного научного советника как компании Microsoft, так и в фонде Билла и Мелинды Гейтс, и который появился на единственной фотографии, которая дошла до общественности, и была сделана на встрече Эпстайна и Гейтса в 2011 году, в особняке Эпстайна на Манхэттене, и где он фигурирует как заместитель управляющего собственностью Эпстайна. Не сложно заметить, почему Гейтс позже попытается дистанцироваться от отношений с торговцем-детьми. В конце концов, Эпстайна стали подозревать в том, что он заманивал высокопоставленных политиков, бизнесменов и даже членов королевской семьи в операцию «Медовая ловушка», которая проводилась под контролем спецслужб. Далее делались видеозаписи во время половых контактов с несовершеннолетними девочками. Эти записи использовались для шантажа. Однако, как оказалось, попытка замолчать историю Гейтса Эпстайна была попыткой скрыть совершенно другой их взаимный интерес. Источники сообщают, что несколько обвинителей выступили в Нью-Мексико, где Эпстайн владеет огромным ранчо. Согласно новому репортажу, опубликованному в Нью-Йорк Таймс, но не подтвержденному каналом NBC News, Эпстайн хотел использовать ранчо для контролируемого размножения, применяя свою ДНК для улучшения человечества. Цитирует двух известных ученых и советников большой компании и богатых людей. Статья сообщает, что Эпстайн окружал себя ведущими учеными, и говорил им, что хотел сделать беременными 20 женщин за один раз, за одну сессию, на своем ранчо. Невероятная история Джеффри Эпстайна приняла еще один странный поворот в августе 2019 года, когда сообщалось, что Эпстайн надеялся осеменить человеческую расу своим ДНК. План, который он раскрыл, светило науке, которыми он себя окружал. Придал современный лоск старой идее. Видение мистера Эпстайна отражало его давнюю очарованность тем, что стало известно как трансгуманизм, наука об улучшении человечества путем технологий, таких как генетическая инженерия и искусственный интеллект. Критики приравняли трансгуманизм в современной версии Евгеники, науке об улучшении человеческой расы путем контролируемого размножения. Интерес Эпстайна к генетике привел к тому, что он стал спонсором ряда ученых, которые работали в этой области, включая Джорджа Черчих, генетика из Гарварда, чья лаборатория получала финансирование от конда Эпстайна с 2005 по 2007 год на развитие прорывной науки. Черчих публично извинился за свою связь с Эпстайном, которая включала несколько встреч в течение 2014 года. Это был не первый и не последний раз, когда этот скромный биолог из Гарварда, чья прорывная наука часто забредает в спорной области, вызвал публичный скандал. В 2019 году Черчих предложил генетическое приложение для дейтинга, которое сразу было раскритиковано как прикладная Евгеника. Черчих также выступал в качестве научного советника Editas Medicine, стартап, который собирался использовать метод для редактирования генома CRISPR-Cas9, чтобы избавиться от болезни путем врезания генетического кода, ответственного за болезни. В 2015 году компания заявила, что привлекла фонд в размере 120 миллионов долларов от группы, возглавляемой доктором Борисом Николичем, который, в свою очередь, был назначен на эту должность Эпстайном. Естественно, группа инвесторов включала Билла Гейтса. Да, Билл Гейтс однозначно следует совету своего отца сотрудничать с одинаково мыслящими партнерами. Итак, остается вопрос. Билла Гейтса мотивирует Евгеника? Учитывая, что Евгеника ушла в подполье свыше полувека назад, мы, скорее всего, не получим признания от самого Гейтса. В конце концов, в американском обществе Евгеники больше не осталось никаких элитных членов. Общество получило ребрендинг в 70-х годах, когда, как отметил его основатель, стало очевидно, что изменения евгенистической природы будут сделаны не по причинам Евгеники. И приклеивать ярлыки Евгеники на них скорее затормозит, чем ускорит их внедрение. Но в 20-х годах прошлого века в Америке было общество Евгеники. Так получилось, что среди его членов оказался Уильям Эйч Гейтс. Возможно, это просто совпадение. В 60-х годах в Америке тоже было общество Евгеники, когда у Уильяма Гейтса II был предшественник Алан Гутмахер, который в то же время занимал должность директора американского общества Евгеники. И, возможно, это совпадение, что фонд Билла и Мелинды Гейтс организовывал их лондонский саммит по планированию семьи в июле 2012 года, на котором Гейтс заявили, что снова занялись финансированием компаний по контролю населения в третьем мире. Это произошло в годовщине первого международного конгресса Евгеники, который состоялся ровно 100 лет назад. И, возможно, мы слишком далеко заходим, когда сравниваем предпочтение в женщинах и молодого Билла Гейтса к дейтингу, основанному на генетике, которую одобряют современные евгенисты. Я разговаривала с несколькими женщинами, которые имели кратковременные отношения с Биллом Гейтсом, и одна из них сказала, что первый вопрос, который ей задал Билл, был таким. «Какой твой балл по тесту SAT? SAT – это тест для поступления в американский колледж, который сдают все американские абитуриенты». Знаете, это явно не то, что хочет слышать молодая женщина. Сам Билл Гейтс набрал 800 баллов по математике в этом тесте и очень этим гордился. И он хотел убедиться, что те, с кем он встречается, тоже имели довольно высокий балл. Нет, мы не услышим правдивый ответ относительно мотивов Гейтса от самого Гейтса. На данный момент вопрос о намерениях Билла Гейтса был похоронен под весом сотен миллионов долларов, потраченных на пиар. Как и Рокфеллер и Донит, Гейтс уже давно узнали секрет увеличения их семейного состояния, не говоря уже о контроле за человеческим населением, скрывая их под маской благотворительности. Билла Гейтс воспринимают по-разному, смотря кого спросить о нем. Он и компьютерный гений, и успешный бизнесмен, и святой филантроп. Но все эти ярлыки были созданы с помощью пиара, финансируемого фондом Билла и Мелинды Гейтс. Билл Гейтс больше не является объектом интереса историков, но агиографов – это те, кто описывает жизнь святых. А сейчас мы должны задаться вопросом, почему этот человек настолько замотивирован, чтобы построить такую паутину контроля, контроль за организациями по здравоохранению. Все 193 государства, члены ВОЗ, должны сделать вакцины первым приоритетом в их системах здравоохранения и убедиться, что все дети имеют доступ к уже существующим вакцинам, а также к новым вакцинам, которые недавно появились на рынке. Контроль за нашими личными данными. Недостаток системы идентификации – это проблема не только для платежной системы, но также голосование, здравоохранение, образование, налогообложение. Это прекрасно – войти и создать широкую идентификационную систему. Контроль за нашими транзакциями. Когда финансовые потоки уходят в тень, где у вас много легитимных транзакций вместе с теми, которые вы хотите отслеживать, и когда они проходят через цифровую систему, с которой не связаны США, гораздо сложнее найти транзакции, за которыми вы хотите следить, или за теми, которые вы хотите заблокировать. И даже контроль за нашими телами. У нас будет промежуточный период открытия от карантина. Но сейчас, во время пандемии, ситуация не вернется в нормальное русло, пока у нас не будет потрясающей вакцины для всего мира. Мы должны допустить возможность, что этот квест Гейтса по контролю происходит не из его духа самоотверженной щедрости, которого не было и в помине до того, как он стал миллиардером, но из того же стремления к деньгам, того же желания доминировать, и того же чувства превосходства, которые двигали им, когда он поднимался по корпоративной лестнице. Но если ответ на вопрос, кто такой Билл Гейтс, это Билл Гейтс-евгенист, это говорит нам о том, что в мире есть некоторые очень важные вещи. Это говорит нам о том, что Гейтс обманывает общественность, которая невольно помогает ему взять власть над миром под ложной маской филантропа. Это говорит нам о том, что цель Гейтсов, как и их предшественников Рокфелев, не улучшить мир для человечества, но улучшить его для себя и для таких, как они. И самое важное, это говорит нам о том, что Билл Гейтс не злодей из комиксов, который один управляет всем хаосом в мире, или один привносит порядок в этот хаос. Нет. Если Билл Гейтс-евгенист, которым движет вера в превосходство таких, как он, тогда то, что перед нами стоит, это не один человек и даже не одна семья. Это идеология. И это очень серьезный вопрос. Одного человека, каким бы богатым он ни был, можно легко остановить. Но даже если завтра Билл Гейтса посадят в тюрьму, повестка, которая уже запущена в действие, продолжит работать и без него, и без проблем. Существует целая инфраструктура, исследователи, лаборатории, корпорации и правительственных агентств, организаций по здравоохранению, которые не то чтобы финансируются Гейтсами, но ею движет вера всех этих миллионов работающих в них людей, что они действительно работают в интересах людей. Нет, идеологию невозможно остановить, остановив одного человека. Она может быть остановлена, только если достаточно людей знают правду об этой повестке и о мире тотального, всеприникающего контроля, которое постепенно вырисовывается перед нашими глазами. Если вы посмотрели все четыре фильма о Билл Гейтсе, тогда сейчас вы один из самых информированных людей на планете относительно подлинной природы этой повестки. Вы увидели, как захват власти над мировым здравоохранением был использован для того, чтобы направить мир в гонку к принудительной вакцинации, цифровым паспортам и цифровым платежным системам. Вы видели, как сходятся части этого пазла, и что они представляют гораздо большую угрозу будущему человечеству, чем любой вирус. Но есть и хорошие новости. Вооруженные этой информацией вы получили антидот от кнута этой евгенистической идеологии. Правда состоит в том, что идеологи – это вирусы для разума. Они распространяются от человека к человеку, заражая их идеями, ведя к болезни тела. Но есть еще и другая правда. Прививки действительно работают. Прививки правды против лжи этих ядовитых идеологий. Если вы дожили до сегодняшнего дня, очень важно, чтобы вы помогли сделать прививку тем, кто находится рядом с вами. Прививку против гнилой идеологии, белогейца и всех тех, кто стремится контролировать население мира. Вы должны помочь распространить эту информацию, чтобы другие получили возможность увидеть более полную картину и решить для себя, хотят они или нет, закатать рукав для того, что нам готовится. Но время работает против нас. Прямо сейчас готовится кампания по массовой вакцинации. Мы уже запланировали завакцинировать весь город Чикаго. И работаем по всему региону, чтобы расширить этот план. Мы закупили шприцы, холодильные камеры. Мы запланировали наши локации. Уже внедряются схемы биометрической идентификации паспорта иммунитета. И хотя мы начали применение технологии, мы по сути являемся платформой биометрической идентификации, где всегда ставилась цель привязки ваших личных данных к посадочному талону в аэропорту или к вашему билету, чтобы войти на спортивную арену, или к вашей кредитной карте, чтобы купить пиво. А сейчас с запуском медицинского пропуска речь идет о привязке ваших личных данных к вашим данным по COVID. Программы для отслеживания и наблюдения за населением уже проходят бета-тестирование. Сегодня мы запускаем еще один полезный инструмент, который может дополнить очень важную работу, которую мы проводим в области здравоохранения по поиску ковидных больных. Alberta Trace Together – это мобильное приложение для отслеживания контактов, чтобы помочь предотвратить распространение COVID-19. И сейчас разворачивается инфраструктура цифровых платежей, система финансового исключения, которая позволит правительствам отключать доступ к экономике по их желанию. Чтобы избежать риска передачи вируса через пользование наличными деньгами, мы приветствуем использование безналичных транзакций, таких как мобильные деньги, МПЭСа и кредитные карты. Люди пользуются системами бесконтактных платежей больше, чем наличными деньгами, и потому что сейчас мы меньше контактируем с другими людьми напрямую, и потому что наличными деньгами очень неприятно пользоваться, они противные. Мы должны рассказывать о темной природе победки по контролю населения как можно большему количеству людей, прежде чем у нас навсегда отнимут возможность высказываться против этой повестки. Благодаря таким, как Билл Гейтс, вирус этой повестки по контролю населения уже здесь. Он угрожает разрушить все жизненные системы такими, которыми мы привыкли их знать. Но если Билл Гейтс нас чему-то и научил, так это то, как бороться с вирусами. Пришло время... Пришло время жесткой перезагрузки. Кто такой Билл Гейтс? Автор, режиссер и диктор Джеймс Корбетт. Графический дизайн и редактированные видео Броквест. Тайтл трэп на эту музыку. Кодом Мо Сан. Хуис Билл Гейтс. Фильм доступен на сайте Корбетт Репорт Дот Ком Билл Гейтс. Делитесь этой информацией. В общем, все, друзья. Вот такой вот фильм. Я надеюсь, вам понравилось. Если вам нравится моя работа, вы можете поддержать мой канал по реквизитам, указанным в описании к этому ролику. Также я вам предлагаю мои уникальные продукты. Вы видите за моей спиной плакаты с тематикой COVID-19. Это большой брат. COVID-1984. 19-84. А также футболки. Сейчас доступен принт COVID-1984. И будут еще другие рисунки. Поэтому, если вам хочется приобрести такой вот интересный, уникальный продукт, футболку или плакат, или толстовку. Кстати, ни у кого еще пока нет. Вы будете первыми. Вы можете также связаться со мной по WhatsApp или Telegram по телефону, указанному в описании к этому ролику. И мы с вами обсудим цены, цвета и так далее. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.